еще заехали в один магазин на это мексиканский магазин посмотрим что здесь интересно здесь полно всяких овощей и фруктов тортики а булочки вот знаменитые булочки мексиканские как будто хлеб с маслом да я просто балдею это мы покупали такие булочки где мы жили тогда мне нужно купить что-то два вот этих вот эти вкусные пряночки какие-то такая вкуснота каждый 1,29 то есть каждый наверное каждой единицы доллар 29 сейчас мы посмотрим тут и потом вернемся что-то купить из булочек редиска морковка цены вот мы наверное я не знаю и все мы поедем в вольмарт поэтому так и прикупим о чем помидорки 1,29 помидорки я точно здесь возьму сейчас 1,29 за полкилограмма хорошая цена вот вот эти кактусы вот они продаются 1,5 долларов да вот которые мы ели в мексиканском ресторане ну не знаю что мне нужно алоэ нет это банан лист банановые листья стоят 2 доллара за полкилограмма а это алоэ до 1,59 за одну штуку полтора доллара за одну штуку я не знаю что мне нужно в мексиканском так это pumpkin seeds у нас есть мы купили а где дешевле подожди я помню подождите люди добрые вспомню не помню где большим объемом покупали а ну фукастка да там обычно вот как в обычном магазине тут много вот этих сыров мексиканских сыров ну я к ним так ровно дышу я уже перепробовала много специй вот я бы хотела найти мяту но а сколько интересно лавровый лист 2,39 лавровый листик 1,39 за маленький пакетик лавровый листик нашли джинджер ну вот это не джинджер как короче джинджер джинджер не нашли мы нашли джинджер я потом напишу на экране реально ну просто уже видите эротическое такое уже возрастное что тут еще из специй специи нам больше не нужно так в банках это нам тоже не нужно тут такая интересная витрина с мясом до 7 долларов за полкилограмма 8 за полкилограмма 8 ну хорошее мяско да ну тут всякие вот напитки ну вот этих вот полно выбор а почему они здесь в Алмурте я покупала 1,50 а здесь они дороже посмотрите прикол маленькие брала здесь только 1,50 один вид а два вида ну хорошо а вот таких вот может тортили чипсы взять а цены на них нет не знаю какие лучше такие взять или взять вот такие вот 3 доллара за так что тут какие-то чипсы конфеты а на тут нет ничего интересного какие-то тут вкусняхи вот я не понимаю что такое 2 доллара Мазаран что это ну что какие-то короче сладости сладости 7 долларов 2 доллара 7 2 доллара что такое за 2 доллара не знаю за 5 с копейками какие-то леденцы я так понимаю какие интересные какой-то новый ну вроде бы мы здесь были китайский буфет новый какой-то famous буфет посмотрим вроде бы были Билли говорит что мы здесь были и мне не понравилось я не помню посмотрим ну обычное все ничего тут такого нет необычного посмотрим поедем сразу суши maybe белый суши first это лягуша это лягуша вообще лапки жанна ну тут есть много чего интересного например есть котлеты рыбка красная но и какие-то остатки я тут что-то себе положила котлетки вот а эти котлетки внутри креветка в общем тут много чего фаршированные грибочки крабы фаршированные картошка я еще положила этот спринг ролл себе там что-то обжаренное курочка наверное булочки кулинария тоже здесь вот можно выбрать нормально смотри там лежит арбузик вот мой арбузик я его потом покушаю бананов соус но тут водоем не для купания видите болотистое такое просто для отдыха место для пожарить что-нибудь какой-то это из натурал или нет как вы думаете натурал натурал такое было большое дерево это с олк вот с олк а нет это он не понял меня это просто какой-то тут из чего-то из камня сделан а ой а хуэр из черта а я не успела снять там черепаха сидела на вот той вот деревяшке а я не успела пока снимала вот этот не думала что это такие интересные деревья там вообще как в какую-то сказку попало о here is strange little штуки батми какие-то мошки в ухо лезут потому что тут вот сырость болото такое много молодых людей играет я никогда не играл это Шейгенхан это диск гол да это мы посмотрели как они бросают парень бросил диск какой-то пластиковый он далеко летел летел он пошел забирать этот диск что за смысл в этой игре я не знаю короче игра диск место для игры в диск гольф ой ящерица look it's lizard little lizard маленькая ящерица но я уже их опасаюсь я однажды поиграла так вот на хвостике и хотел наступить она развернулась и на меня шла и я вообще убегала от нее где она есть хуэр lizard хуэр лизард она в траве где-то она маленькая затерялась в траве ну вот здесь допустим нету нету барбекю ну это вот место просто посидеть поесть но пожарить мясо вот конкретно здесь нету зато здесь красота можно посидеть можно с собой взять еду смотрите с этой стороны вообще какая красота жаль что плавать здесь нельзя это не для плавания водоем такой вот болотистый красивый конечно все парки в сша мне нравятся они очень интересно обустроены ладно обустроены хорошо в принципе они наверное в любой стране одинаково но просто вот такие вот места они выбирают какие-то интересные водоемы наверное белка носится под дерево аж трещит все просто вид такой можно просто сесть и сидеть даже барбекю не надо никакое просто так красиво смотрю вон там семья приехала снова ну люди люди отдыхают вот там вон цикады есть вот там услышала потому что вообще рядом с нашим ну рядом то с нашими домами нету деревьев я уж думала вообще цикады не услышу в этом году не услышу в этом году еще один парк нашли но уже в порт нейчис сейчас едем к воде к водоему наверное там можно плавать ну тут вот тоже зона где посидеть можно там где-то мы видели даже тоже для барбекю вот там он есть между лавочками посередине на той стороне есть это мы объехали вокруг потому что вот впереди водоем вот это просто лейк да? это река 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 хотим подъехать посмотреть что-то интересное какие-то вон домики может там есть кафе да ты был в этом кафе я был? нет нет здесь нету зоны нету 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 да только для лодок да места для лодок но здесь только для лодок да только для лодок да интересное место да как вариант для отдыха Только для лодок, да. Тут все любители на лодках прокатиться. Вот лодки уже, наверное, там плавают, а они на лодках. А здесь вот пустые эти прицепы для лодок, да. Разные конфигурации прицепы. Маленькие вот есть, наверное, для маленькой лодки. Интересно. Так я вспомнила это место. Просто мы подъезжали с обратной стороны, и там живая музыка. Я как-то снимала видео. You would like to put here? Okay, you can put here a car. And we can go walk there first, maybe. Or here. Or we can walk. А здесь просто мы не были на этой площадке, где очень интересно. Я хочу. Ну там же... Ну да, maybe. I don't want this. Ну, just on the car without boats. Время еще рано для ужина. Еще только 4.30. Мы обычно в 5-6 идем в какой-то там кафе, ресторан. Не пойдем в этот сегодня. Это вот здесь тоже здесь сделала. Видео. Река. Начис. Начис. Пальмочки красивые, да? Баржа. Такой вот тут небольшой прогулочные дорожки. Прогулочный. Такой череп, да? Да, здесь на этой реке вот нет нигде места для плавания. Ну где мы... Где вообще... Вот мы объехали три места, да? Это вот третье. Только для лодок. Там уже какая-то музыка в этом ресторанчике. Там в основ... А, нет. Там есть помещение и на улице, и внутри. Там можно и на улице, и внутри. Но рановато, рановато еще. In memory of... Это конкретно память о каком-то человеке, а здесь о другом. Вот что здесь. Ай, не хочу читать, не знаю, что там написано. Ну, здесь воздух не океанический, просто ручной обыкновенный воздух. То ли мне кажется, то ли вот так какая-то мутная. Я показывала вчера, мы купили его вьетнамском магазине. Семена, порезанные такие вот, порезанные в различных сиропах там были. Мы купили в яблочном сиропе семена пальмы. Вот они начинают зреть, вот эти вот мягкие такие вот зелененькие веточки. Вот они везде. Ну, конечно, здесь их не будут собирать, наверное, для производства таких вкусняшек. Вот они маленькие, и скоро они будут большими такими... Ну, как большими, как маленькая слива, наверное. Вот, как типа луча, такие, такого размера. И потом их собирают, режут на куски, на куски. Короче, измельшают такими квадратиками. Режут на квадратики и вот так вот консервируют очень интересно. А мы приехали в наш Педро. Педро. Продолжение следует...